МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Головная мета документа – повышение эффективности галины за кошт вытворчасти конкурента здольной продукции. У приватности на протягу пяти годов вытворчасть молока плануется повеличить на 35%, мясо-птушки на 37%, буйной рогатой живелы на 24%. Накольки реальные гэты опланы можно мерковать по опосяджении облывы канкама, на яким проанализованы выники работы живелогадывчага комплексу у гэтым годзе. Олег Синцерок потекавился досягненними галины. Небось картошечку-то все мы уважаем, особенно когда с сальцом ее намять. Что не кажи, а Владимир Высоцкий ведал гастрономичное густо людей, а вот специалисты агропромыслового комплекса Гомельской области ведают, як гэты густо задоволить. Бадай самое значное досягнение живелогадывчага комплекса Гомельской области – надои молока. Як чакается, по вынеках года, яго будя отримана 1 млн 12 тыс. тонн. Такий показчик у регионе был досягнутый только одной, чей, у 1990-м. У областном комитете по сельскому господарству и харчеванне называют некольких причин серот основных забеспечения галины якостными кормами. Досягнение тем больше значное, что на дворе в этом году выкананию планов по корму на рыхтовце не спрыяла. С учетом, видите, насколько климатические условия Гомельской области последние годы нас испытывали, так скажем, но с той стратегией кормопроизводства, которая принята в области, усиленное внимание уделено посевам кукурузы, которая, конечно, дала свою отдачу, мы позволили обеспечить себя кормами. Ну и вот уже второй год мы стабильно обеспечиваем поголовье скота полноценными комбикормами. Бадая самой проблемной сферой на Гомельщине оказалась свиногадовля. Причины в основном объективны. До этого часа уплыв оказывает наступство африканской чумы свиньев. Хоть по великим рахунку проблем хопая не только тут. У господарок нема сродков, как за властный кошт будовать новое сучасное живелогадовче комплексы, а кредиты каштуют веньми шмат, як, даречи, и сами новые фермы. А почня за открытых у экс-базы Пянчин Будакашалевского района на 600 голов обошлась господарцы больше, как у 100 миллиардов рублев. У такой ситуации сега с предприемства имкнуться обыходится уластными силами, и демок чем реконструировать помешкание пободаванной ранней. Это скровый приклад, колгас 52 кастричника Реческого района. Тут господаршим способом одрамотовали комплекс на 3000 голов, усягу за 4,5 миллиарда рублев. Теперь на им отремлюсь молоко только готовку экстра. Продукция вся с ортом экстра, все молоко реализуется с этой фермы, поэтому и прибыль от этой фермы возрастает. Если раньше был высший сорт, то теперь сорт экстра. Як чекается, программа развития живелогадов в Леговомске в области на наступные 5 годов, будя затвержена у соковику 2016-го. Причем у Абал-Сельгаз-Харши плануюсь поэлечить продублежные показчики ясче на некаких процентов. Есть у все подставы мерковать, что гэты планы будут реальными. Олег Сентюров, Игорь Марыченко, Евген Макеенко, Даля Рада Компания Гомель. 810 пожаров у гэтым годзе отбылось у Гомельской области. Гэтую личбу намесник начальника Гомельского областного управления МНС Сергей Шутов агучу по час программы задай пытание уладзе на охвалях Радою Гомель+. Немало чагов сгаранье ликвидована на предприемствах и организациях сельской господарки. За сухого надворье и неснежной зимы шмат пожаров отбылось у лесах и на Тарфянниках, каля 2 тысяч. На ликвидации таких узгаранье у подразделения МНС працевали амалю сё лето. Нередко доводилось выкрыстовывать авиацию. Большая же пожара у жилых домах отбылось за неосторожного выходжения за огнем, прикуренни и эксплуатации печа. Так, у гэтым годзе уже зарегистрована 92 узгаранье за несправного пячного теплення. Хотелось бы наших граждан приупредить, что всё-таки с наступлением этого топительного сезона нужно было ещё эти печи подготовить заранее. Это нельзя эксплуатировать неисправные печи, отсутствие противопожарных разделок, отступок, также отсутствие предтопочного листа, неисправность запорной арматуры топочных дверей. Ну и, естественно, отопление этих печей, не допускать перекала печей и должно осуществляться под присмотром наших домовладельцев, наших граждан. С первого снежня автомобилистов обовяжут выкорыстовывать зимовые шины. За невыканание распоряджения их чекает администрационное покарание. У кольки обыйдется езда на летних шинах, як будуть отсочивать парушальников? За отказами на ГТ и инше питание наш корреспондент Ганна Ковалева звернулась и в областное управление Дзержаутой инспекции. Интервью с намесником начальника управления Андреем Гаркушем глядзите у программе «Навины тыдня» у неделю у 20.30 на телеканале Беларусь 4. У Гомельским Дзержавным Техничным Университете отцветковали юбилей Паула Сухога. Все лето спаунилась 120 годов с дня народжения выдатного советского авиаконструктора, одного засновальника у реактивной извыжгуковой авиации. О врачистых мероприемствах и об тем, как функционирует университет сёння, расскажет Катярина Сапельникова. У Гонор дня народжения администрация университета запросила коллег из России и Украины. Разом они усклали кветки до помника Сухому под любимую композицию авиаконструктора – Палане Сагинского. После урочистой частки пройшла конференция, на которой обмерковали питания сучасных вытворчих систем и эдукации. До речи уже 20 годов Техничный Университет с годностью носит имя вядомого авиаконструктора. Мы действительно много сделали за 20 лет. Наших 15 ученых получили премию УКБ Сухого за разработки в каждом своем направлении. Более 300 студентов и аспирантов получали и сегодня получают стипендию Палане Сухого. У гэтым годзе ради студентов пополнили каля тысячи подлетков. Самый великий конкурс был на факультет автоматизованных и информационных систем. До речи, в минулом годзе на гэтым факультетте началась подрыхтовка студентов по новых специальностях информатика и технология программования и информационные технологии керывания в техничных системах. Минавито гэты специальностей стали самыми запотребованными. Кроме того, университет рыхтует высококвалификованных программистов, энергетиков, инженеров, металургов и інших специалистов. Мне кажется, именно этот вуз готовит лучших специалистов в городе Гомеля. Катерина Сапельникова, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель». У опошних годов в Беларуси активно реализуются суместные проекты системы эдукации и банковской супольности по повышению финансовой письменности. Одным из таких стала Республиканская олимпиада сиротшкольников. Областный этап интеллектуальных баталий прошел у педагогичным колледжи Мявыгоцкого. По вершине олимпиады по финансовой письменности сиротшкольников прошла в минулом годе. Ее идейным натхняльником выступило Управление Нацбанка Республики Беларусь. Инициативу подтримало Министерство адукации. В этом году на первом этапе олимпиады свои виды проявили 700 старшоклассников. Однако с заданием справились только 75 из них. Яны и приняли уделу областным туры. Лепшие были узнагороджены серебранными излитками. «Цель ее, в общем-то, прозрачная и понятна. Это привлечь ребят к тому, что нужно понимать и знать, как распоряжаться деньгами. Научить их этому, освоить азы нормативной базы документов, которые регламентируют это. Но и просто научиться правильно пользоваться деньгами». Сегодня в раскладе школьников нема предметов, вовучения которого могло бы завеспечить подрыхтовку до этой олимпиады. Однако у некоторых школах есть факультативы. Уносить их в расклад тени кожная установа выращает самостоинно. И Министерство адукации сподяется, что проведение этой олимпиады для школ станет свой особливым стимулом для уключения факультатива в учебную программу. А кроме же додатковых занятков украинцей финансовой информации для школьников служат и сами банки. «Подсказывали информационно и подсказывали практические, и выезжали на места. То, что было запросано, все вопросы были подняты, и все вопросы были обсуждены между всеми участниками финансового рынка». Некольки месяцев тому структуры Национального банка Республики Беларусь заявился отдел финансовой письменности. Его головная функция повышения узровня адукованности насильництва. Сырот форм работы, окрямя в учебной олимпиады, сустречи и лекции на предприемствах и ваустановах. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У ясли садзи номер 114 города Гомель отбылась и цикавая и познавальная акция для детей, накерованная на профилактику карысу и захованье здоровья зубов. Она была организована с упрацовниками областного центра гигиены, эпидемиологии и грамадского здоровья. Почас мероприемства выхованцы детячого сада показали присутным театрализованную сценку казку про тое, что треба сочить за своими зубами с детинства. Кастюмированное представление выкликало у малышов и их батьков шквал самых ширых и позитивных эмоций и ураженев. После мини-спектакля с упрацовниками Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и грамадского здоровья провели для детей взаимальный тематичный майстер-класс. Они наглядно продемонстровали ребятам, как треба старанно и правильно чистить свои зубки, раниться и увечеры. До речи, эта веселая и получальная акция у Ясли сады номер 114 города Гомеля прошла с нагоды проведения на территории региона месячника здоровой усмешки. Мы решили на базе именно детского дошкольного учреждения именно детского сада номер 114 провести данное мероприятие. Это уже не первый раз проводят такие мероприятия. И в том году мы проводили. Главная цель именно повысить уровень наших детей в вопросах профилактики кариеса, сохранения зубов. У Палаца Румянцевых и Паскевича открылась выстава новая у археологии Гомельщины. Экспозиция дае макчимость наведвальникам ознайомиться с новыми знаходками, выявленными подчас недавних экспедиций, яке проходили на территории Гомеля и в области. Подобное доследование на Гомельщине проходят каждый год. У их проймают цю дело, кроме специалистов, ясше студенты и волонтеры. Сюрод проставленных на выставе материала у выники раскопаки экспедиции Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны под керовниством доктора гисторичных навук Олега Макушникова и супрацовников отдела археологии музея Гомельского палацова паркового ансамбля. В экспозицию вошли предметы старожидности, которые относятся до 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, а так само 19-го и 20-го годов. Это находки, которые были выявлены при доследовании дровляного судна «Барка», которое потонуло под Гомелем. Фрагменты фаянсовой талерки с выявой портрета Тараса Шаученки. Сякеры, материалы цагляно-шкляной вытворчасти. Кожный из представленных на выставе экспонатов уникальны по-своему. Каждый объект из четырех объектов есть свои какие-то уникальные вещи. Раньше мы не могли предполагать о том, что мы сможем найти подлинный материал 19-го века, который можно будет использовать при реконструкции внутреннего убранства усыпальницы. Еще до этого лета мы не могли думать о том, что в Гомеле мы найдем деревянное судно, которое будет относиться к 19-му веку и в такой хорошей достаточно сохранности. Белорусское физкультурно-спортивное товариство профсоюзу означает 80-ю год с дня утворения. Урочистости промеркованное до юбилею проходят у многих регионах краины. Еще одним мероприемством стал титзень профсоюзного спорта. Его открыла республиканская спартакияда середвихованцев спортшкол по тяжкой атлетице. У системе профсоюзов працует больше за 100 спортшкол. 23 с их на территории Гомельской области. С поборницей по тяжкой атлетице завершают программу годичной спартакияды. И она проводится по 12 видах спорту. Серудых биатлон, лыжные гонки, легкая атлетика, бокс, вольная боротьба и инши. После 11 этапов у лидеров Гомельской и Могилевской области. Тяжко атлеты своими выступлениями и вызначат первоможцу огульным залику. Участие, которое у нас учится уже училище Олимпийского резерва, 40, которые уже туда поступили, мы пока наши воспитания. Мы пока не допускаем. То есть смотрим второй резерв, второй эшелон, что идет за ними. То есть смотрим немножко вперед. У споборництвах тяжко атлетов принимают удел 11 команд из всех регионов Беларуси. Усяго коля 150 спортсменов. В Гомельской области гэтэвид спорту развивают три профсоюзные спортшколы. Утым лику из Дюшаргум сельмаш, где и проводятся с поборництвы. Господары складают серьезную конкуренцию гостям. Довольно сильная команда Висебской области, Могилевской. Гомельская область тоже не в посредних рядах. Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадио компания Гомель. Новины региона информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте интернете по адресе www.tv.org.by И это была пошняя информация выпуску. Студой працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам удалых выходных дзен. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров